МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаемым вашему вниманию в видеообзоре мы расскажем о технических решениях и новшествах, реализованных в полностью новой модели Lefant GPR и выгодно отличающих ее от многих других китайских мотоциклов, предлагаемых на рынке Украины. Заводское обозначение модели LF-15010S. Одна из самых сильных сторон модели – ее внешность. Вы сами можете оценить презентабельность и привлекательность, однако вся соль в деталях. Качество их исполнения и придуманность мелочей действительно отличает этот мотоцикл от иных вариантов китайского мотопрома. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что многие незначительные детали выполнены действительно очень и очень качественно. Акцент сделан буквально на каждом элементе. Боковые обтекатели разделены на две части – верхнюю и нижнюю, причем сделано это намеренно для уменьшения стоимости замены элементов при падении. То есть, в случае что, не нужно будет тратить много средств на замену в комплексе. Черные вставки и полочки из черного пластика, которые соседствуют с окрашенными элементами, имеют структурную насечку под карбон и смотрятся очень хорошо и практично. Мелкие царапины в процессе эксплуатации не будут проявляться так выразительно, как на гладкой поверхности. Каждая деталь пластиковых обтекателей – ветровое стекло, крепление зеркал, переднее крыло – крепятся к раме через резиновые проставки. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму шум и вибрации, а также исключить самопроизвольное ослабление резьбовых соединений. Все крепежные элементы и шляпки винтов анодированы. Такие не будут ржаветь и портить вид даже по истечении нескольких лет. Панель приборов впечатляет и качеством исполнения, и легкостью читаемости. Шкала тахометра имеет четкую и понятную оцифровку с удобным шагом между цифрами. Есть контрольная красная лампа максимальных оборотов двигателя. Очень удобно. При беглом взгляде, если светится, пора переключаться вверх. В конструкции самой панели использованы более яркие лампы. Даже в солнечную погоду видно свечение контрольных индикаторов. Дополнительный инструментарий отражен на ЖК-дисплее с двумя вариантами подсветки – винтарный и синий. Он состоит не только из электронного спидометра, а имеет и понятный электронный датчик уровня топлива, одометр и счетчик суточного пробега, индикатор включенной передачи и часы. Панель приборов, кстати, произведена китайским подразделением, известной во всем мире компанией Valio, что еще раз говорит в пользу качества исполнения. Еще больше впечатляет передняя фара. Во-первых, она сделана китайским филиалом японской корпорации Който, всемирно известной в области светотехники для транспортных средств. Стекло выполнено из поликарбоната, стойкого к ударным нагрузкам. Рефлектор заменен линзой с лампой, спектр свечения которой приближен к солнечному свету и формирует более яркий световой пучок. При первом взгляде даже напоминает ксенон. Фишка еще и в обрамляющих контуры светодиодных габаритных огнях. Выглядит очень эффектно и заметно, то что нужно для безопасного перемещения даже днем. Разумеется, вся светотехника отвечает требованиям евростандарта, что отмечено гравировкой соответствующих обозначений на самом корпусе фары, заднего фонаря и указателях поворота. Клипоны и блоки управления также не вызывают никаких нареканий. Все на месте и все под рукой. Приятно радует наличие декоративных кожухов, которые закрывают почти всю проводку. Вы не увидите висящих проводов ни от замка зажигания, ни от блоков управления. Основные жгуты упрятаны в термокембрике, второстепенные проложены внутри и незаметно. Немаловажно и то, что обводы боковых обтекателей, а также козырек ветрового стекла создавались не только для визуальной красоты, но и продувались в аэродинамической трубе для уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления и более стабильной управляемости. Это также способствует экономию топлива и снижению приемной силы, действующей на мотоцикл. На КПР установлен бензиновый одноцилиндровый двигатель объемом 158 кубических фантиметров, мощность которого доведена до 15 лошадиных сил. В основе этого мотора лежит отлично зарекомендовавший себя агрегат от модели Lefano Rockies, однако в моторе КПР есть ряд правильных дополнений. Он имеет одну из самых совершенных конструкций для 150-кубовых агрегатов. Это двигатель серии NBF, который выгодно отличается повышенной степенью сжатия, верхним расположением распредвала, приводимого в действие с помощью мелкозвенной и малошумной пластинчатой цепи, а также внутренне более эффективно гасящей вибрацией балансировочный вал. В системе питания установлен совершенно иной карбюратор с интегрированным ускорительным насосом. Интересной особенностью является наличие штуцера, который соединен с дополнительным дембранным вакуумным насосом подкачки топлива. В исходном варианте он не задействован в работе карбюратора, но если владелец захочет заняться легким тюнингом, пожалуйста. Активация этого механизма с одновременной заменой топливных жиглеров на увеличенные позволит поднять отдачу от двигателя при резком открытии дросселя. И двигатель, получая большую порцию топлива, не будет просаживаться под нагрузкой, а наоборот, позволит мотоциклу еще более активно принимать смерт. Это еще один акцент на качестве на ином подходе инженера Флифан к вопросу о реализации возможностей двигателя, который обуславливает и улучшенные динамические качества, и более высокую максимальную скорость мотоцикла, причем с сохранением параметров завидной экономичности. Средний расход в городе не будет превышать 2,6 литра на 100 километров. Коробка передач заслуживает отдельного внимания. В этой модели она новая и отныне шестиступенчатая. Сделано это намеренно, поскольку первые три передачи сделаны короткими для максимально интенсивных разгонных характеристик. А шестая добавлена как повышающая ступень, призванная обеспечить максимальную экономию топлива при движении на крейсерских 105 км в час. Благодаря ей рабочие обороты двигателя снижены без малого на 800 оборотов в минуту и позволяют работать в менее нагруженном режиме. В ходовой части впереди использована телескопическая вилка с размером пират 38 мм, а задний моноамортизатор имеет регулируемый преднатяг пружины. Мотоцикл снабжен гидравлическими дисковыми тормозами по кругу. Для лучшей эффективности диаметр переднего диска был увеличен и составляет 300 мм. Остается упомянуть о еще одном моменте, подчеркивающем акцент создателей на каждом элементе. Раздельным сиденьем с красивой красной строчкой по краю каждой составной половинки. Мелочь, а взгляд, радует. Металлическая крышечка, которая закрывает замочную скважину на лючке бензобака, в закрытом положении покоится на двух резиновых основаниях и при закрытии не создает металлического ляжгания. Может быть это и мелочь, скажете вы, но на самом деле это и есть еще один довод в пользу того, что акцент на такой самой маленькой детали и ее качественное исполнение формирует действительное, а не виртуальное понимание качества изготовления и отличного технического подхода инженеров компании LeFant к производству данной модели. Редактор субтитров А.Семкин